Добрый день еще раз! А теперь попытаемся приступить к делу. Моё выступление обозначено как лекция. Я думаю, что в ближайшем будущем вам придется услышать очень много лекций. И я не хотел бы, чтобы моё сегодняшнее обращение к вам было идентифицировано как лекция. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми моими размышлениями, которые скорее носят неформальный характер. И в этой неформальности я отнюдь не вижу ничего негативного, скорее наоборот. Ибо в рамках ближайшего времени нашего курса «Природа гуманитарного знания» мы сумеем с вами более подробно поразмышлять над всем тем, что мне кажется столь важно для вашего профессионального и человеческого становления. И поэтому я хотел бы, чтобы мы определили смысл моего с вами общения как общения достаточно доверительного. Но вначале у меня есть некоторая рекомендация для восприятия вами всего того, что я собираюсь вам сказать. На вашем месте я был бы немножко скептичен по отношению ко всему тому, о чём я буду говорить. И вообще у вас, наверное, есть вполне обоснованный резон что есть люди, которые старше вас, а я существенно старше вас, и которые почему-то любят поучать, делиться опытом, делать наставления в полной уверенности, что без этого невозможно, что этим опытом нужно поделиться. Я готов подвергнуть сомнению правомерность моего опыта в отношении к вашей будущей жизни. Очень немногое, возможно, в этом опыте может вам пригодиться, потому что жизнь постоянно меняется. Она с трудом поддаётся каким-то схемам, формулам, видам знания, концепциям, теориям. И главное, а об этом мы будем говорить более подробно в нашем курсе природы гуманитарного знания, само по себе это знание не панацея. И не есть какая-то универсальная отмычка, не есть нечто такое, что вы будете усваивать, затем в дальнейшем сумеете механически воплощать свою жизнь. Что побудило меня когда-то, в то время, когда многие из вас ещё не существовали в этом мире, обратиться к этому странному, своеобразному и очень необычному проекту, который называется Европейский гуманитарный университет. По-видимому, некая доля даже пессимизма, связанного с пониманием того, что неожиданно пришедшее время, оно всегда приходит неожиданно, время падения тоталитарного строя, появления новой реальности было связано с теми вызовами, по отношению к которым мы все, в том числе и я, ощущали свою неполноценность и недостаточность. Уже тогда было понятно, что трансформация тоталитарного общества в его иное состояние будет очень и очень серьёзным и сложным процессом. Разумеется, это было, так сказать, априорное предвосхищение, предшествующее опыту проживания всех этих событий в реальности. и, конечно, я не предполагал, что реальная действительность окажется намного более суровой, более сложной, чем мне это представлялось даже в самых пессимистических прогнозах, ибо наш университет был создан достаточно неприглядной реальности, реальности, унаследовавшей многие пороки тоталитарного общества, общества, которое расплатилось жизнями миллионов за неудавшийся эксперимент. в результате наше воодушевление, наше мечтание, наше представление о том, что это общество перейдёт в иное состояние, были слишком иллюзорными. Но уже тогда, когда возникла идея создания этого проекта, нам было понятно, что те формы так называемого знания в сфере гуманитарных и социальных дисциплин, которые выражались в таких предметах, преподаваемых как в школе, так и в высших учебных заведениях, и называвшихся научный коммунизм, истории коммунистической партии Советского Союза, марксистско-ленинская философия, научный атеизм и так далее, вот с этим багажом нам некуда идти, вот с этим багажом пытаться формировать новое будущее невозможно. далеко не все понимали это в полной мере. Думаю, что я тоже не вполне это понимал. И вообще, гуманитарные знания всегда связаны с радикально ответственным отношением к той реальности, в которой мы живем. не к попыткам накладывания на эту реальность каких-то мертвых догматических схем знания, которые мы можем подчеркнуть из того или иного учебного пособия, из той или иной монографии. нам надо генерировать в самих себе способность отвечать на неожиданные вызовы непредсказуемой жизни. И здесь нет никаких рецептов. И в рамках нашего будущего курса природогуманитарного знания я попытаюсь, я говорю вам об этом откровенно, даже подвергать сомнению знания как таковое, точнее говоря, не как таковое, а то знание, которое существует в своих доминирующих формах и которое казалось слишком самоуверенным в самом себе. Уверенным в том, что это знание, будучи применяемым к действительности, будет трансформировать ее надлежащим и нужным образом. Я думаю, крайне опасно впадать в мир иллюзий, утопических прожектов, иллюзорных представлений о реальности или о природе человеческого поведения, которое затем оплачивается очень дорогой ценой. когда я говорю об этом, я вспоминаю и то, что происходило в нашей стороне, Беларуси, в первые годы ее независимости, все то, что сопровождало проект нашего университета, то противодействие, которое было оказано нашему проекту еще до прихода к власти нынешнего режима, ибо слишком многие находились в состоянии эйфории, абсолютной уверенности в том, что проблема решена. И дальше дорога к светлому будущему, пусть даже не коммунизму, но к демократии, будет столь же успешной, какой нам хотелось бы ее видеть. Мы оказались переоценившими себя. И возникает вопрос, а как быть в этой ситуации? мы находились и находимся в том пространстве, которое казалось в силу исторических обстоятельств таким, которое не заложило необходимые основы для настоящего профессионального становления в сфере гуманитарного образования. Я говорю еще раз о разрушении всего того, что происходило на протяжении многих десятилетий. И возникает вопрос, каким же образом можно наверстать то упущенное в течение этих десятилетий и то, что формировалось в европейской интеллектуальной традиции, на протяжении столетий, если мы возьмем, например, истории европейских университетов, которые существуют многих веков и имеют достаточное основание для того, чтобы умножать накопившиеся традиции, то каким образом можно создавать на голом месте все то, что вас, всех тех, кто воодушевился проблемами профессионального становления в сфере гуманитарного знания не обмануть. Я думаю, что вы являетесь приверженцами очень рискованной профессии. Я не знаю, что было основанием для вашего ответственного решения, ибо каждый из нас, приходя в этот мир, находясь в этой жизни, должен себя реализовать. Эта реализация происходит не в рамках генетически запрограммированного предопределения нашего поведения. Даже простейшие микроорганизмы, не говоря уже о более высокоорганизованных, обладают определенного рода кодом, набором всего того, что предопределяет, детерминирует поведение в дальнейшем. Человек является странным существом. У него этот код не предопределяет однозначно его поведение, так как предопределено поведение гусеницы, любого живого существа или микроорганизма. Здесь все намного сложнее. И здесь есть пространство свободы, пространство ответственности за то, кем и чем мы будем являться в нашей жизни. У нас, и не только у нас, у нас в особенности, я имею в виду постсоветское пространство, бытует достаточно странное, на мой взгляд, превратное представление о сути того, чем может быть гуманитарное образование. Давайте согласимся со мной в том, что традиционное восприятие некоторых дисциплин, таких как физика, математика и многие другие дисциплины, воспринимается обыденным здравым смыслом как нечто такое, что с трудом поддается усвоению. И чаще всего, к сожалению, те, кто специализируется в сфере гуманитарного знания, оказываются теми, которые оказываются менее готовыми или способными сталкиваться с более сложными проблемами высшей математики или какой-то теоретической физики, современных космических исследований, того вида знания, для приобщения к которому нужны гигантские усилия, полная отдача. К сожалению, к большому сожалению, слишком часто представление об усвоении гуманитарного знания сводится к тому, что если у вас нет патологий интеллектуального развития, то при известных усилиях, при наличии памяти нечто вроде воспроизведения заученного знания может быть осуществлено более-менее благополучно. Квящие преподаватели преподавателя, в общем, о радости преподавателя, тем более, если вы будете повторять то, что вам преподаватель преподносил на лекциях. И такого рода имитация усвоения знания, такого рода имитация образования слишком часто бытует. Из-за этим стоит очень серьезная проблема. проблема совмещения проблематики того, к чему обращаются гуманитарные знания и то, того, в чем мы живем, где мы находимся, как мы ощущаем и переживаем нашу собственную жизнь. ибо в конечном счете социальные и гуманитарные дисциплины это про нас самих. Это более глубокое понимание того, во что мы врастаем, в чем мы находимся, что становится для нас стереотипами, что детерминирует, предопределяет наше мышление, наше поведение, даже в тех случаях, когда мы не даем себе в этом отчета. Слишком часто мы смотрим на мир, мы ведем себя в этом мире так, как нам это задано внешними обстоятельствами. мы становимся анонимными носителями того знания, которое нами не осмысленно, не переварено, не переработано. Мы лишаем себя необходимой работы для того, чтобы найти свои собственные ответы на те жизненные проблемы, с которыми не устает сталкивать наш предстоящая жизнь. Артель Гассет, выдающийся мыслитель прошлого века, говорил когда-то о том, что жизнь это выстрел в упор, она застает нас в определенном месте, в определенное время, и это не наш выбор. мы обнаруживаем себя находящимся в мире. Этот мир не создан нами. Этот мир уже предшествует нашему появлению. И он нас программирует в такой степени, что мы не отличаемся самостоятельностью нашего поведения и нашего мышления. в дальнейшем мы усваиваем все то, что бытует, царит, господствует вокруг нас. Нам легче поддаться нажиму всего того, что нас окружает, тех теорий, которые нам преподают, и затем стать в свою очередь носителями всего того, что является чем-то взятым из чужих рук. Я повторяю, нынешний мир испытывает потребности чаще всего в других профессиях. старейшее население в Европе, и не только в Европе, нуждается в большом количестве персонала, санитарных работников, нянечек, ухода за престарелыми. Сфера сервиса нуждается в определенных родных услугах, и она также растет. есть компьютерные технологии, есть многие другие дисциплины, которые демонстрируют мощный прогресс, фантастические результаты, результаты, которые иногда, еще совсем недавно, не снились даже тем, кто писал фантастические романы. К сожалению, и давайте мы этом признаемся, подобного рода гигантскими успехами и прорывами гуманитарное знание похвастаться не может. Более того, это знание вновь и вновь обращается к все тем же и тем же человеческим проблемам, проблемам жизни и смерти, проблемам человеческого поведения, достоинства того, каким образом в каждый отдельный момент не пытаться лихорадочно полагаться на память и припоминать, что там написано, в какой книге или в каких законах или в какой теории, для того, чтобы отвечать на вызовы жизни, вести себя определенным образом. практическое поведение это нечто другое. Это не просто применение теоретического знания. Есть одна мощная проблема, глубокий изъян. Вообще, в европейской интеллектуальной традиции этот изъян накапливался в течение многих веков. изъян, который заключается в том, что, слишком переоценивая самодостаточность, самоценность, значимость и важность теории, мы забываем о том, что есть конкретная практическая жизнь, которая отнюдь не является выражением теоретических выкладок, применением этих теоретических схем. можно вести себя нравственно и морально, не зная о существовании такого предмета, как этика. И в то же время можно преподавать этику и быть крайне непорядочным человеком. Вот эти проблемы, проблемы того, того, что между знанием и практическим поведением не должно быть разрыва, то, что мы не должны полагаться на знание, как нечто такое, что обеспечивает нам наше дальнейшее практическое поведение в нашей жизни, обеспечивает качество этого поведения. это серьезная проблема. И нам надо понимать и быть предельно активными в усвоении всего того, что мы, преподаватели, будем пытаться вдолбить вашу голову, извините меня за такое не совсем хорошее академическое выражение. Вам надо быть предельно активными, позиционировать себя в определенное вопрошающее состояние по отношению ко всему тому, что мы, преподаватели, вам говорим. В том числе и то, что я делаю сейчас. Найдите возможность всегда переварить это таким образом, чтобы усомниться в этом. я не говорю о безнадежности абсолютного сомнения, но речь идет о том, что формировать себе установку критического вопрошания очень и очень сложно и трудно. Легче быть пассивным, легче воспринимать все то, что вам навязывают, и затем становиться мариониткой в руках этих анонимных слепых сил. Несколько лет назад я купил, находясь в Германии, книгу одного известного, он не только философ, он человек более широкого диапазона, Петер Слотт Ардайк. книга называется, вернее, название книги из строка из известного створения австрийского поэта, выдающегося поэта, Райнера Марии Рильке. И эта книга называется по-немецки, по-моему, она уже переведена на английский язык, «Думус dein Leben ändern» «Ты должен изменить свою жизнь». В русском переводе эта строка Рильке звучит немножко в смягченном варианте, не столь радикально. «Ты должен изменить свою жизнь». Она звучит, «Ты должен жить по-иному». «Нечто от этого есть, но не все», что хотел сказать Рильке. Это большая книга страниц на 500. Это не просто набор рецептов и рекомендаций. Это размышления автора по поводу того, каким образом мы, на самом деле, вступая в эту жизнь, должны быть способными к ее изменению. изменению этой жизни, но в том числе и изменению в первую очередь самих себя. Есть много соблазнов, и один из самых опасных соблазнов – это обвинять других в том, что происходит вокруг, требовать чего-то, возмущаться по поводу того, что это не так. Я думаю, что если мы недовольны или не вполне радуемся тому, что происходит в нашей стране, в Беларуси, или в каких-то других странах постсоветского пространства, то нет нужды пенять на кого-то. Нужно принимать ответственность и на себя. вы скажете, почему? Ведь вы не так давно вступили в жизнь, и, по-видимому, у каждого из вас есть определенное представление о том, почему ваши родители, родные, близкие, знакомые не сделали того, что надо было бы сделать. я думаю, что придет время, и когда вас, ваши собственные дети, тоже будут спрашивать, а почему вы не сделали того, что они хотели бы, чтобы было сделано, чтобы реальность была другой. это очень сложный вопрос. Каким образом избежать этой ответственности и возможно ли ее избежать? Известный русский мыслитель Николай Бердяев в свое время говорил, из-за грехи Каина я тоже в ответе. Вдумайтесь в эту фразу. Каин совершил грех, он предал. И то, что он сделал, есть некое пятно на каждом из нас. И нечего ссылаться на то, что это были те другие. Ибо жизнь приходит. И в этой жизни нам все равно необходимо себя вести. Мы не можем уйти от ответственности за наши поступки. и даже удел человеческой свободы заключается в том, что мы всегда вынуждены выбирать. Более того, даже когда мы пытаемся избегать выбора, тем самым мы тоже совершаем выбор. вот это крест свободы, это ответственность неизбежно лишит на нас. Если мы сейчас это не осознаем, то придет время, когда нам напомнят об этом. и хотел бы сейчас еще сказать заключение вот что. Мы находимся в другой стороне, в Литве. Вы знаете, что это значит. Это другая реальность. Это таможенный контроль, это пограничный контроль. мы находимся очень близко, всего лишь несколько десятков километров от границы. Но я очень хотел бы, чтобы вы понимали, как непросто дается поддержка нашего университета. Иногда приходится получать просьбы, иногда даже претензии по поводу того, почему некоторым студентам не оказывается финансовая помощь. Я понимаю потребности и нужды каждого человека конкретно. Нам надо осознавать, что мир, в котором мы живем, находится в очередной раз на пороге очень больших испытаний. И если многие размышления по поводу того, как и сколь несостоятельным оказалось гуманитарное знание в двадцатом веке, не сумевшим предотвратить кошмарное событие в этом году, как вы понимаете, столетие Первой мировой войны, которая потрясла для основания европейскую цивилизацию. Затем была Вторая мировая война, затем были ужасы тоталитаризма. Все это, опять-таки, расплата за иллюзии, за утопические прожекты, за отсутствие чувства реальности, понимание всего того, что находится в сфере ответственности гуманитарного знания. И здесь, я думаю, нам надо понимать, что это традиционная схема, в соответствии с которой гуманитарное знание – это нечто такое, что можно заучить, усвоить, потом воспровести – является глубоко порочной. Кант, философ, и не только философ, но и выдающийся мыслитель, и естественный пытатель, в свое время писал предмет философии, предмет математики, легок и прост. Предмет философии, напротив, труден и сложен. Понимать вызовы той реальности, с которой сталкиваются гуманитарные знания, понимать то, что всякий раз это знание должно переформатировать себя сообразно конкретной реальности, сообразно специфике нашей собственной жизни. Вот это очень и очень сложно. Я не думаю, вот мы сегодня получили сертификат, который является свидетельством признания качества нашего образования. Я думаю, что это большой аванс. Я лично очень часто сомневаюсь в том, что мы с чистым сердцем можем говорить о том, что то, что делается в нашем университете, это уже нечто достаточное. Это тоже порочное представление полагать, что мы уже обладаем всем тем, что нужно. Ибо это серьезный вызов. И мы должны спрашивать самих себя, в какой степени мы, преподаватели, сами готовы подвергать сомнению и свой собственный профессионализм. Я очень надеюсь на то, что мы найдем с вами определенный модус нашего общения и наших отношений партнерских, требовательных друг по отношению к другу, ради нашего собственного блага, ради вашей собственной профессиональной карьеры и вашего собственного будущего. для того, чтобы все-таки это время, которое вы проведете в нашем университете, не было потрачено вами зря. Я думаю, что при нашем взаимодействии, при нашем сотрудничестве мы сумеем это сделать, но я призываю вас к активному соучастию в этом процессе. Вы находитесь в университете, который пережил очень много непростых этапов в своем развитии. Я думаю, что то, что нам удалось все-таки выжить, является определенным показателем нашей зрелости, нашей силы, но далеко не все сделано из того, что нужно было бы проделать. Я надеюсь, что с вашим новым пополнением, с нашим приходом в университет, мы сумеем вместе делать то, для чего вы пришли в этот университет. Я желаю вам успеха в этом непростом деле и полагаю, что вы не разочаруетесь в вашем выборе. Успехов вам! Успехов вам!